Представила вот сейчас первый коллектив, это танцевальный коллектив «Овация» из Твери. И я так полагаю, что настало время представить и остальные коллективы, остальных участников нашего бала. Вы думаете, что они так всю жизнь, это профессионалы, всю жизнь танцевали, занимались. Многие из них несколько лет назад еще сидели на ваших местах, им понравилось. И они начали ходить на танцевальные разминки, на занятия у себя в городах, в поселках, в Москве. И в результате теперь вот так образовался, ну я не хочу просто так вот о себе сказать, но действительно вот вокруг такой образовался огромный танцевальный круг во всю Московскую, а теперь уже и Тверскую область. И когда я стою в середине этого круга, душа моя радуется. То есть мы имеем дело с каким событием? С событием возрождения. Исторических традиций проведения бала. И в связи с этим я опять хочу напомнить, что мы с вами находимся в усадьбе князя Гагарина. И память о нем, даже вот в этих балах, она не умирает. Она не умирает. Просто хочу сказать еще для информации. Вчера была презентация, я написала книгу о князе Гагарине, наш князь называется, наш князь. И постаралась, ну все это с точки зрения именно Карачарова. Это интересно тем, но это вообще не интересно, поскольку это история нашей любимой Родины. Но это еще интересно особенно тем, кто здесь бывает. Сразу узнаете, откуда этот бронзовый орел, что там за сооружение стоит за вторым корпусом, что за флигель стоит, вот пятый желтенький. И вообще, Марьин пруд, Марьин или как мы его называем. В общем, много там, что об этом написано. На балах, которые начались с Петровских ассамблей, с времен Петра Первого, танцевались разные танцы. Ну, Петр Первый все привозил с Европы, в том числе и танцы. Но русские танцы все равно были самыми лучшими и самыми любимыми. Сейчас мы с тобой...